Уважаемый господин президент, уважаемые гости, у нас большая делегация вместе с господином президентом, сегодня в гости члены правительства Республики Сербия. Как говорят сербы, добродошли. Садитесь, пожалуйста. Я хотел бы сказать буквально несколько слов. Мы, я думаю, вы это понимаете, с особым чувством приветствуем вас в стенах нашего университета. В силу культурно-исторических связей народов наших стран отношения между Россией и Сербией всегда строились не только на широком взаимопонимании, но и отличались особой теплотой. Поэтому ваш визит в Россию, встреча со студентами и преподавателями ГИМО имеет особый характер и значение. Кстати говоря, да даже не кстати говоря, это очень важно, в будущем году будет отмечаться 180-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Речь идет о дипломатических отношениях в современном понимании. Но, как утверждают историки, и в том числе присутствующий здесь посол, и наши ученые, специалисты по Балканам, Виктор Борисович, прежде всего, Кириллов, наши российско-сербские связи существуют аж с 12 века. И на протяжении веков Россия, Российская империя, Советский Союз, Русская православная церковь, русские общественные деятели активно помогали сербскому народу. Особенно я, конечно, веду речь о том периоде, когда Сербия боролась за независимость. Доблесть защитников Отечества в Первой мировой войне и совместная победа над фашизмом останутся в памяти всех поколений сербов и россиян. Напомню, что батальон сербской армии участвовал в 2015 году в параде победы на Красной площади по случаю празднования 70-летия победы. В настоящее время наши отношения можно охарактеризовать как традиционно дружеские уровни стратегического партнерства. Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Республикой Сербии была подписана в 2013 году. Но я не буду углубляться в исторические сюжеты. Хочу лишь отметить, что мы с огромным вниманием наблюдали за вашим визитом в Россию. Надо сказать, что наши СМИ очень активно и много рассказывали и показывали этот визит. Вчера с удовольствием во всех новостных программах вы видели сюжеты вашей пресс-конференции, о ваших переговорах с российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И понимаю, что ваш визит знаменует собой новый этап развития наших отношений. Несомненно, о чем вы вчера говорили и наш президент говорили на пресс-конференции, знаю, что вы обсуждали и многие международные вопросы. Ясно, что ситуация совершенно непростая сегодня. И мы знаем, что вы являетесь горячим приверженством интеграции с ЕС, но вместе с тем мы понимаем, что вы все это делаете не во вред отношениям с Москвой. И о чем вы говорили в вашем интервью в российской газете, где, мне кажется, очень четко артикулирована ваша позиция. Для нас в нашем университете ваш визит – это подарок очень многим, кто любит Сербию, занимается Сербия, изучает сербский язык. Я вам только что докладывал, что у нас 21 человек на сегодняшний момент изучает сербский язык. Причем интерес к языку большой, что знаю, что некоторые изучают ее в качестве третьего языка. Это уже совсем добровольное дело. И существует сербский клуб, который работает довольно активно. И мы очень благодарны ребятам за то, что они сами инициируют очень многие важные и нужные мероприятия, связанные с изучением Сербии, с изучением целой ситуации на Балканах. И мы признательны всем нашим сербским друзьям, которые находят время прибыть к нам в институт, выступить в нашем университете. Ну и не могу не сказать, что у нас учится большая группа студентов из Сербии, а несколько десятков человек в разный период, это около 60 человек, закончили. Я знаю, что многие очень успешно сегодня трудятся в Сербии на разных участках, в том числе и на внешнеполитическом направлении. Ну и завершая, я хотел бы сказать, что по инициативе членов нашего ученого совета, причем инициатива снизу, не сверху была проявлена, но вверх его поддержал с удовольствием, ученый совет единодушно принял решение о присвоении вам почетного звания доктором ГИМО. Это звание дается у нас нечасто, и его получили многие выдающиеся политики, европейские, представляющие Азиатский, Тихоокеанский регион, Латинскую Америку. И я думаю, что это звание, которое дает традиционные привилегии для академического сообщества, но и налагает определенные обязанности. Это прежде всего обязанность поддерживать теплые дружеские связи с университетом. Я уверен, что так оно и будет. Позвольте мне вручить вам диплом почетного доктора. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и положенную к нему манчу. Но мы не заставляем вас ее одевать, потому что она тяжелая. Но это наша манча. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Дорогие друзья, я с огромным удовольствием предоставляю слово нашему почетному доктору, президенту Республики Сербия Александру Вучичу. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, уважаемые академики, дорогие друзья, только несколько слов на русском языке, потому что, как видно, я все еще бегло не говорю. Для меня представляет большую честь и удовольствие обратиться студентам, преподавателям и экспертной общественности в престижном Московском государственном институте международных отношений, по мнению многих, самым милитарным, высшим учебным заведением Российской Федерации, с долгой традицией развития высокой академической мысли. Эта честь тем более высока, что здесь выступают имени Республики Сербии, которая стремится и находится на пути достижения высшего возможного уровня отношений и сотрудничества с вашей большой страной на основании дружбы, доверия, понимания и взаимной поддержки. Я знаю, что сегодня у нас есть хороший переводчик, и хотя мне написали всю речь для этого торжественного случая, я буду говорить от себя, от своего сердца, я буду говорить вам о том, с чем Сербия сейчас сталкивается, что будет означать для многих из вас, что вы сможете посмотреть на какие-то вещи с нового и точки зрения, посмотреть отношения на Балканах, посмотреть отношения в Восточной Европе. Сербия со своей независимости и до времени независимости, где-то с 1878 года, и со времени получения независимости, она во многом обязана решениям России, ее помощи и поддержке. От этих 150 лет назад, почти 150 лет назад, у нас не было никогда конфликта с Российской Федерацией, ни до этого не имели. Всегда мы ожидали, надеялись и получали дружественную братскую поддержку русского народа и российского руководства. Когда-то большую, когда-то меньшую поддержку, но никогда мы не сталкивались с проблемами, с которыми мы сталкивались с некоторыми другими странами. Сербия находится на очень трясущемся географической территории, чувствительной в центре интереса всех сил мировых, от когда-тошней Османской империи, а сейчас в новое время в центре интереса США, больших европейских стран и сил Российской Федерации. И мы находимся на этом перекрестке, с которого вы не можете идти, не можете сбежать никуда. Вы должны только бороться и хранить свой народ, хранить его самостоятельность, хранить его независимость. Тема моего выступления сегодня — это так, как никто не другой, такова, которую никто другой бы и не выбрал. Мне кажется, что уже довольно долгое время и ценится такая тема во многих европейских странах. Но в Сербии, да, ценится, поскольку мы сербы в 20 веке, а я не буду долго о прошлом слишком говорить, мы в 20 веке были одними из самых пострадавших народов в пропорциональном отношении по численности нашего населения. Мы не можем мериться и сравнивать себя с 25 миллионами погибших советских граждан, прежде всего русских людей во Второй мировой войне. Но с миллионом и 240 тысяч сербов в Первой мировой войне и свыше 800 тысяч погибших сербов, именно сербов, я подчеркиваю, не других народов, во Второй мировой войне и свыше 55 тысяч погибших сербов в конфликтах 90-х годов, мы в любом случае попадаем в список одного из самых пострадавших народов. Не знаю, знаете ли вы, что во Второй мировой войне мы вместе с союзнической стороны являемся пятым или шестым по количеству пострадавшим народам. В Первом мировой войне Третий или Четвертый пострадавший народ по величине, такой небольшой народ, каким является сербский, настолько потерял свою чистость, что для нас очень тяжело было восстановиться. Наши ученые подсчитали, что у нас не было бы ни Первой, ни Второй Балканских войн, Первой и Второй мировой войны. Сегодня сербов бы было без этих войн на территории Сербии, на территории Сербии, Республики Сербской, как части Боснии и Герцеговины, было бы свыше 16 и 17 миллионов, как раз столько, сколько сейчас голландцев, а нас в два раза меньше. И это демонстрирует нас, какие были в действительности потери, именно по той причине, что сербы больше всего любили свою свободу, ценили свою независимость. Сегодня, когда Сербия, как Вы сказали, находится на европейском пути, многие полагают, что имеют право нам говорить, как и каким образом мы должны относиться и в отношении внешней политики, и как мы должны управлять своим кораблем, когда кому-то захочется что-то сделать против России или против кого-нибудь другого. Сербия, я горд этим фактом, самостоятельно принимает свои решения. И Вы не поверите, не поверите в эту важную фразу, я выучил от отца Ваших студентов здесь, Андрея Цвияновича, который мне однажды сказал, независимость, не только то, что у тебя есть начерченные на карте границы, независимость, свобода и суверенитет, это не только то, что ты можешь сказать, да, на этой границе у нас стоит армия и полиция. Независимость и суверенность, это намного больше значит от того, что я перечислил, чтобы самостоятельно и в интересах своего народа, а не в интересах других народов и других стран, ты можешь принимать решения. И это одна из причин, по какой причине Сербия не присоединила санкциям против Российской Федерации. И когда я первый раз это заявил, начались многочисленные заявления, давления, с бесконечного количества сторон я слушал, вы должны изменить это решение. Вы не можете таким образом двигаться дальше в современном мире. Вы должны сделать первое, второе, третье, четвертое, пятое. Когда я двадцатый раз повторил, что является позицией Сербии, а это я и вчера услышал от президента Путина, что вы должны быть тверды, вы должны быть сильны в ваших позициях, чтобы вас уважали. Только буквально, когда я двадцатый раз повторил нашу позицию, тогда перестали, даже спрашивают меня, перестали. А сейчас никто ничего и не спрашивает об этом. Никто больше не просит от Сербии. Может, это очередает некие другие правительства, от другого президента могут этого ожидать. Но для нас сегодня, про нас они очень хорошо знают, что мы будем себя вести в соответствии с нашими интересами. А эти наши интересы не являются интересами денежными и не являются интересами лишь нашего экономического сотрудничества, которое идет хорошо. У нас увеличился торговый обмен, торговый оборот на 27,5%, но по сравнению с 2016 в отношении с Российской Федерацией. Но не только это, и не прежде всего это. Но вы не можете вести себя в международной сфере так, что первый раз, когда ваши друзья сталкиваются с какими-то проблемами, чтобы вы присоединились в этих массовых атаках и сказали бы, «Эй, вот теперь мы сейчас вам воткнем нож в спину». Я горд и счастлив, что Сербия продемонстрировала свою искреннюю дружбу, дружеское отношение к российскому народу и российскому государству. И в тот момент, когда России не было легко, и в тот момент, когда не существовала гонка за тем, кто будет ближе к России. Такую позицию Сербия будет иметь и в будущем. Это я вам рассказал только с одной точки зрения. Мы прошли через тяжелые годы 90-х и 2000-х. Тяжелый экономический кризис. И хотел бы перед вами похвастаться и сказать, что Сербия первый раз, может быть, в МГИМО я это сообщаю, Сербия вышла из экономического кризиса. У нас люди жили тяжело, да. Они живут непросто, еще некоторое время будут жить непросто. Но мы вышли из экономического кризиса в смысле абсолютно своих параметров. От уровня безработицы, которую мы уменьшили с 26% до 11,8%. У нас есть суффицит вместо дефицита в бюджете. Мы уменьшаем вообще публичный долг. Когда я стал представителем правительства, тогда он был 77%. На сегодняшний день 62,3%. И мы и далее продолжаем его уменьшать. Так что, что касается нашей экономики, я не вижу больших проблем. Там, где я вижу проблемы, дорогие студенты, дорогие друзья, дорогие эксперты, преподаватели, профессора, это действительно политическая ситуация на Балканах. И хотя бы многие бы возразили словацкому премьеру Роберту Фитцу, который вчера сказал, что Балкан является бочкой пороха и что не является совершенно уверенным, будет ли у нас всегда мир. Я всегда скажу, что я с этим не согласен и что я надеюсь на мир. Я надеюсь на мир и стабильность. За много-много десятилетий вперед, в будущем. Но мне нечего возразить Роберту Фитцу, поскольку я анализировал вещи. Если вы посмотрите, многие полагали, что унижением и разрушением Сербии они смогут решить все проблемы на Балканах. Но я напомню вам. А тогда мы уже подойдем к сегодняшней ситуации, что вы увидите, насколько Сербия в сущности повернута к будущему и насколько мы хотим превзойти все эти неприятности, насколько мы нацелены повернуться к тому, что стоит перед нами. В 90-х годах, когда разрушали Югославию, в первый раз Джеймс Беккер сказал, я поддерживаю целостность Югославии. Через 7 дней они изменили свое решение. Они сказали, Словения имеет право выйти из Югославии, Хорватия имеет право выйти из Югославии, чтобы не исходить из исторических обстоятельств. Как создано королевство СХС? Единственное, это сербы были на стороне победителей в Первой мировой войне. Хорваты и славянцы, они были на стороне проигравших. Мы вовлекли хорватов и славянцев в совместное государство, чтобы они не выплачивали военные репарации и чтобы они могли жить вместе с нами. Ну и мы обеспечили сербскому населению, чтобы они жили в совместном государстве. Большое число сербов, 600 тысяч, буквально 545 тысяч сербов, жило на территории тогдашней Хорватии. И они занимали большую территорию. Эти люди просто хотели остаться, жить тогда в едином международно-правном признанном субъекте, как им являлась Югославия. Им не было тогда это позволено. Сказано то, что вы имеете право, и то, что в соответствии с уставом ООН, не в соответствии с интересами западных стран. И вы с этого момента являетесь агрессорами на территории Хорватии. То же самое повторилось с нами в Боснии и Грецеговине. И вы не поверите. Сегодня, когда вы анализируете ситуацию, и когда мы пытаемся восстановить наилучшие возможные отношения с Хорватией, и когда мы стараемся молчать о прошлом, мы получаем ответ в облике нового закона о защитниках государства, где говорится, что сербы агрессоры, и что Югославская армия, чьей единственной задачей в соответствии с Конституцией была защита Югославской территории, что эта армия была агрессором на собственной территории. Это таким образом, хотя бы таким образом, это признает весь западный мир. И вы сейчас спрашиваете, а что же будет нашим ответом? Будем ли мы принимать декларацию в парламенте Сербии о геноциде над сербами в Ясиновце, в концлагере? Какие еще меры мы будем принимать, поскольку это дополнительно будет зажигать различные фитили прошлого на Балканах? Будем ли мы говорить обо всех этих фактах? Но даже если вы проанализируете количество погибших в конфликтах в Хорватии, недвусмысленно вы выясните, что значительно большее число погибло сербов. И тогда задается вопрос, а при этом 250 тысяч сербов изгонят своих вековых очагов. И тогда вы поймете в сущности, что о праве можно забыть, что существует только право сильного, который навязывает свою волю, и в соответствии с этим ведет себя, и вы пытаетесь свою небольшую страну постепенно, духовно подбодрить, поднять экономически, чтобы вы могли прийти к ситуации, чтобы вы могли сохранить независимость и самостоятельность вашего государства. Тогда приходит 99-й год, и агрессия НАТО на Сербию. До ночи, и день, и ночь, разбомбили наши города, всех убивали, журналистов, все были легитимными целями. Они на землю не спускались, поскольку это определенно было бы их потерей. Сколько могли, три или четыре самолета мы сбили. Больше у нас не было ни сил, мы не могли же видеть самолеты. Ни от кого помощь не прибывала, это было время, когда Примаков повернул свой самолет над Атлантикой, когда уже было принято решение о бомбардировке Сербии, он повернул свой самолет и вернулся в Россию. И это для нас значило много, поскольку это была поддержка. Я должен сказать, что в тот момент мы ожидали больше от России. И именно поэтому я вчера сказал президенту Путину, что что касается нас, сербов, касается, а вы на меня злитесь спокойно, существуют различные периоды. И сейчас сербам и Сербии намного легче, чем это было по периоду управления Ельцина. Мы сегодня знаем, что можем рассчитывать на поддержку. Как мы тогда знали, что эту поддержку мы легко не получим. И остались сами одни. И в один прекрасный день, после 78 дней безжалостной бомбардировки, мы сказали, вот сегодня вы должны уйти с Косовой Метохи, ваши военные полицейские силы убрать. Но в резолюции Совета безопасности записано, что у нас есть право на возврат нескольких сотен наших членов формирований в Косовой Метохи. И больше никогда мы не смели даже упомянуть, никогда мы не смели даже произнести, поскольку мы были бы тогда поджигателями войны, мы были бы тогда людьми, которые возвращают все, глядя в прошлость, в прошлое, сербской гегемонии, или не знаю о чем, как это можно назвать, когда человек хочет просто вернуться на собственную территорию, ожидая просто, что Сербия признает независимость Косова. В 2008 году формально признали независимость Косова, и мы здесь очень благодарны и России, и Китаю, и многим другим странам, которые не хотели участвовать в том, и которые очень сильно воспрепятствовали этому. И сейчас посмотрите, как это выглядит, сохранять независимость, принять свои решения. Сербы сделали одно преступление, полностью невероятное и таинственное. Сербы убили трех албанцев, братьев Бетичи, которые выбрали американскими гражданами, которые, конечно, приехали, чтобы помочь различным образом албанцам в борьбе против сербов. Но вы не имеете права убивать кого-то хладнокровно таким образом. Речь идет о трех людях. Американский представитель уже годами приезжает и просит расследовать это преступление. И мы говорим, да, то это наше обязательство. Важно, чтобы все преступники были наказаны. Мы согласны с вами в том, что это не смеет остаться не раскрытым. И последний раз, когда я был большой, высокий американский представитель, и по средням самый известный, небольшой по своей должности, но по значению, которое он себе придает. И когда он мне это повторил, я ему сказал, да, вы правы, мы все сделаем. Чтобы те, кто замешаны в этом тройном убийстве, участвовали, чтобы мы их поймали и наказали. Но, простите мне, ваше превосходительство, осмею ли я вас спросить, а что вы думаете о том, чтобы сказать моим сербам? А кто будет отвечать за 2000 убитых сербов, которые вы убили, убивали с воздуха? Кто будет отвечать за это? Как я это объясню своим сербам? Что я сербам скажу на этом? Или это не было преступление, или это было богоугодное дело? И мой собеседник из Америки поднял голову, посмотрел на потолок, и я не уверен, что его вообще интересовало то, что я говорил, и то, что я думал, и как вы видите, и сейчас думаю. Все равно, я был удовлетворен тем, что, если ни с чего прочего, и это осталось в служебных записках. Я успел сообщить не то, что я думаю, но то, что думает каждый человек в Сербии. А что руководство Сербии с 2000 года до 2012 года ни один раз не смело даже упомянуть. Ни один раз не смело руководство даже упомянуть, потому что они берегли свои кресла. и думали, что их будет кто-то охранять со стороны или танками, или их деньгами, которые они получили с власти. Я рассчитываю, что вы будете у власти только до тех пор, пока вас народ хочет и желает, а не пока вас охраняют иностранные танки, и пока вас охраняют разные рюбки и разговоры по разным другим посольствам. Меня не интересуют посольства и другие послы. Меня интересует, что скажут граждане Сербии, и что мы можем сделать для сербского народа. И именно такую политику мы будем проводить и в будущем. Когда я это сказал, существует много вопросов, на которые нет ответов. Если вы скажете, что Косво независима, мы согласны, что Каталония не имеет никакого права на независимость. Никакого. В противоречии с Конституцией Испании ни референдум не был правовым достаточным образом. Нельзя разрушать территориальную целостность страны и члена ООН. И полностью мы на стороне Испании. Но вы знаете, что вызвало самое большое нервное... Когда мы поставили вопрос, а продемонстрируйте нам разницу между Косовой и Каталонией. А я вам скажу, есть, но это не в их пользу. Есть разница, но не в их пользу. Каталонцев нету своего материнского государства. У албанцев уже было материнское государство. Ведь так у албанцев было свое собственное государство, Албанию. Зачем им давать второе государство, второе суверенное государство? Я говорю с западной точки зрения. Говорить о праве на самоопределение, албанцы даже формально не провели референдума. Формально даже не организовали никакого референдума. Только в один момент Запад сказал, э, какое дело нам до права, до формы провозгласить независимость. И поскольку для сербов не существует объяснения, тогда поступило гениальное решение о том, что все юристы знают, а это, что каждый раз, когда они не могут что-то объяснить или когда они не знают, что сказать о чем-то, они говорят, это суи генерис, свечи в себе. Суи генерис — это решение для всего. И его галстук, и мой галстук — это решение суи генерис. Что бы им ни пришло в голову, это решение. Особый случай. А когда вы говорите им то, что им не нравится, могло ли быть решение суи генерис какое-нибудь другое событие в мире? Нет, нет, это уже агрессия. Раз русские совершили, не знаю сам что, и так далее. И таким образом, является ли это истиной? Истиной. Можем ли мы это изменить в качестве Сербии? Нет, не совсем. Но как небольшая страна, мы можем бороться и защищать то, и насколько мы можем это защищать. Именно поэтому мы посвятили себя будущему. и отношением с тем, и с кем у нас тяжелые отношения, и с хорватами, и с башняками, и с албанцами. Мы хотим строить самые лучшие отношения. Мы хотим вкладывать в наше будущее. Мы хотим меньше говорить о прошлом. Мы хотим намного больше говорить о будущем. И когда бы мы не начали разговаривать о будущем, они нас возвращают в прошлое, поскольку существует модель, согласно которой Сербия отвечает за все и виновна во всем. И сербы виновны во всем. И когда вы спрашиваете, почему вы тогда не поставили границу на мосту, который мы сделали между Сербией и Боснии Герцеговиной, мы поставили этот мост, чтобы люди могли на грузовиках проезжать, чтобы не теряли 300 километров, они тогда говорят, а почему вы совершили агрессию на Боснию и Герцеговину? Когда я предлагаю, давайте поговорим о европейской интеграции, давайте поговорим об отношениях с Россией, тогда они говорят, а почему вы совершили такие страшные злодеяния в Боснии и Герцеговине? Когда вы пытаетесь сказать, что это имеет свою другую сторону, и за эти преступления многие люди наказаны и в Сербии, а за преступления над сербами никто не наказан, тогда нам говорят, нет, это не надо, это наши герои, и вы даже не вмешиваетесь в это. Мы им приводим три живых свидетеля. Три живых свидетеля, что один из мусульманских лидеров вырывал глаза судье в селе Залазье в районе Падринья, сербской Сребреницы, сначала вынул у него глаза, а потом зарезал перед всеми людьми. У нас не мертвые свидетели, у нас живые свидетели этих событий. И этого недостаточно ни для кого в мире, ни для Гаакского трибунала, этого недостаточно ни для судов Сараева, ни для кого бы то ни было и где бы то ни было. Я вам скажу, что никогда не будет достаточно, поскольку сербская слеза сирота. И мы не бежим от того, когда нам кто-то говорит, да, вы совершили это и это, люди из вашего народа это сделали. Я говорю, да, и мы осуждаем этих злодеев. Мы осудили десятки людей, которые совершили какое-либо преступление. В различных концах бывшей Ягославии. А знаете ли вы, сколько людей было осуждено, скажем, в Гагском трибунале за преступления над сербами? Речь идет ли о башняках или о хорватах? Вы знаете, сколько? За преступления над сербами. Не взаимно за убийство друг друга, а именно за преступления по отношению к сербам. Ноль. Ни одного. Ни одного, ни башняка, ни хорвата не осудили за преступления над сербами. Дали обвиняющую резолюцию одному албанцу, хородина, отпустили еще одного. И это было условно три года на шесть лет. Никто больше никакую ответственность не понес за злодеяние над сербами. Как будто убийство сербов было богоугодным делом. А вы, сербы, должны были отвечать за все. И безотносительно того, мы всегда говорим, мы вам протягиваем руку. И после страшной атаки, которую я пережил в Сребренице, нападения, а вы заметили, что в ходе этого нападения я не опустил свои головы, хотя было бы естественно, чтобы вы закрылись. Даже и моя безопасность согнулась. Совершенно естественно, чтобы вы склонили голову от десятка камней, бутылок и всего остального, что летит прямо к вам. Я намеренно не хотел опустить голову, потому что я подумал, ничего не случится, я переживу это. Но я хочу гордо нести себя, вести себя и сохранять лицо сербского народа, чтобы сербы могли сказать, что я не испугался и хотя бы таким образом вышел из ситуации. Даже после этого я приехал в Белград и сказал, я протягиваю руку башнякам, точно так же, как я протягивал руку всем другим. Люди, давайте подоговариваться о нашем будущем. И когда бы я не начинал вести эти разговоры, когда бы я не говорил, давайте сделаем таможенный союз, давайте сравняем наши налоги, сделаем единый рынок, тогда сразу начинают говорить, вы страшное излияние совершили. И так постоянно. И, конечно, здесь всегда есть поддержка отдельных западных стран, западных сил. Они делают заколдованный круг, из которого мы не можем выйти. И в ту секунду, когда Сербия не является настолько слабой, и как-то из Сербии не является настолько унижаемой, чтобы они могли ее дальше топтать без какого-либо сопротивления, в ту секунду снова настают проблемы на Балканах. Как некоторые из них воспринимают могучность, возможность мира на Балканах? Это только если, и насколько Сербия была бы унижена и сбита, сбита с ног, и насколько бы сербы не могли даже поднять свою голову. Это единственный способ, каким образом они могут видеть стабильность на Балканах. А мы стабильность на Балканах видим таким образом, когда все народы разговаривают друг с другом, когда они имеют одинаковое обращение и уважение друг к другу. И на меньшее нам меньшее не нужно. На меньшее Сербия не согласится. Без относительно того, сколько многие захотят сделать и как это сделать. У нас хорошие отношения со всеми сегодня, пока мы не придем к тяжелым вопросам. И когда вы спросите кого-либо, например, я как раз поддерживаю территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Но когда начинается истерическая компания Косово должно быть независимым, и вы это слышите от члена президиума Боснии и Герцеговины, именно Башнякского. Ну, разве этот человек должен быть последний, который должен был говорить о независимом Косово? Как он после этого будет запрещать говорить Додику о независимой республике Сербской? Нужно было бы, чтобы он это знал. Я прошу его, чтобы он это понял. Я говорю, я не выступаю за независимую республику Сербии, но я прошу тебя, чтобы ты не был за независимой Косово. Прошу тебя, это страшно важно, чтобы ты уважал международное право. Он приезжает в Белград и едва ждет, чтобы сказать, нет, нет, это наша позиция, мы его утверждаем там-то и там-то. В соответствии с этим наша позиция настолько тяжела, что поскольку Сербия единственная страна, наряду с Боснии и Герцеговиной, благодаря республике Сербской, которая не хочет быть частью Альянса НАТО. Сербия является единственной страной, которая хочет иметь свою армию, иметь полный военный нейтралитет. Мы не хотим участвовать ни в каком другом военном союзе. Я уехал. Обычно, даже в России, были голоса критические, Эд Вучич поехал в НАТО. Хорошо. И я опять в НАТО поеду. Ну хорошо. Итак, я поехал в НАТО два или три раза. И каждый раз, когда я уезжал в НАТО, на Совет НАТО, так как я говорю перед вами, я также выступал и перед ними. И тогда, я говорю, Сербия в НАТО не хочет. Я хочу иметь корректное отношение с вами, достойное сотрудничество. Все наилучшее вам желаю. Но Сербия не пойдет НАТО. Это Сербия приняла в скупщине народной решение о своем военном нейтралитете. Мы хотим быть способны сами охранять свое небо, сами защищать свою страну. И это то, что является решением народа и граждан Сербии. Нам слишком тяжела история, связанная с НАТО, чтобы мы вообще и размышляли об этом, чтобы стать членом или частью Альянса НАТО. И когда, поскольку люди и в России, и в Сербии, и во многих других странах никогда не верят, что кто-то до конца искренен, а все то, что я сейчас вам говорю, я это говорю абсолютно на любом месте. Точно так же, как я вам говорю, что нахожусь на европейском пути, точно так же, как я любому говорю то, что и действительно является политикой. Только в последнее время люди начали действительно верить. Они поняли, что я одно и то же говорю в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, и в любом другом месте. Они буквально не понимают, что это для нас не является высшей целью вообще стать частью НАТО. Не является. Для нас самой большой целью является защита своей свободы. Нет более высокой и важной ценности, чем свобода, независимость и суверенитет в принятии решений. И это путь, который Сербия будет идти, пока сможет. Я хотел бы поблагодарить многим из людей в Российской Федерации. Я хотел бы поблагодарить тем, кто нам помог укрепить наши вооруженные силы. И Владимиру Владимировичу, и многим другим, и Сергею Шойгу, и многим другим. поскольку от нас не требовали в ответ, чтобы мы входили в какой-то другой военный союз. Но они сказали так. Это нашим друзьям в Сербии. Вы охраняете вашу политическую позицию, которая является военной нейтралитетой. Мы это очень уважаем. И поэтому мы вам очень благодарны. Такую политику Сербия продолжит, и такую политику будет вести и дальше сохранять. И хотел бы еще кое-что вам сказать. Я полагаю, что тяжелый год будет перед всеми нами. В экономике у нас будет все меньше и меньше проблем. В политическом смысле выборы в Босни-Герцеговине, когда бы там не было выбора, всегда напряженная и тяжелая политическая ситуация, все более жестокие конфликты между башняков, мусульман и хорватов. И решение вчера вечером их парламента, они дают свой вклад в то, что были даже запрещено название публичных предприятий Херцег-Босна или Хорватские, хотя там руководители главным образом члены хорватского народа. Но это вещи, которые нас еще ждут. Только то, что я вам хотел сказать. Мы от вас ожидаем, ожидаем, надеемся. И от вас, молодых людей здесь. Которые я знаю, что если вы ничего не имеете против Сербии, чтобы вы уважали Сербию. Поскольку, не забудьте, мы единственные такие маленькие здесь и настолько незначительные для большой и мощной России. Мы, я хотел бы сказать всем в Европе, мы единственная страна в Европе. Мы сказали, что мы не будем вводить никаких санкций против Российской Федерации. И кто-то другие, которые говорили, что нет, не будем, они все равно вводили санкции. Только Босни и Герцеговина не может из-за Республики Сербской. А Республика Сербская всегда по этому вопросу следует позиции Сербии, чтобы вы знали. Но единственная страна, которая абсолютно самостоятельно приняла решение, чтобы не вводить санкции Российской Федерации во всей Европе и не является членом ЕАЭС, не беду речь о Беларуси, это Сербия. И это небольшая страна, небольшая страна Балкан и это решение как и многие другие приняла самостоятельно и независимо от всех остальных. И недавно, когда я разговаривал с моими друзьями, а я вижу здесь вашего друга, вашего председателя, Шейка Мухаммеда, престола-наследника из Арабских Эмиратов Объединенных, он мне сказал одну вещь. Ты, Александр, выбрал самый тяжелый путь, самый тяжелый путь для Сербии. Любой бы путь другой, который бы ты выбрал для Сербии, было бы легче. Спасибо. Благодаря всем западным СМИ, если ты идешь против них, но при этом присоединяешься не географически не настолько легко, но тем не менее присоединяешься исключительно к Евроазийскому Союзу, то ты получил бы похвалы с одной стороны, а все другие сказали бы только ругань. Но ты одну вещь сделал очень точную. Ты выбрал самый тяжелый путь для Сербии, но единственный возможный и самый лучший возможный, а это путь свободы, независимости, военного нейтралитета, европейский путь, но путь искреннего сотрудничества с Россией, который никто не сможет подорвать и никому не позволим его подорвать, поскольку мы не позволим разрушать наши хорошие экономические отношения, наши энергетические связи. Если бы это случилось, я ненавижу слушать, а обычно вы слышите от тех, кто не любит Россию. Да, Россия дивная, там есть Достоевский, Пушкин, Есенин, не знаю, кто есть еще в России. Все для скульптора Рукавишникова, все это есть в России. Но политика России, как только я это слышу, я понимаю, что будет сейчас продолжение, что политика в России страшная, а для нас ничего не является слишком неприятным. Мы с Россией хотим сотрудничать и благодаря нашей хорошей традиции, хорошему прошлому, которые у нас есть, но и из-за будущего. Поскольку в будущем мы хотим и политически сотрудничать, и экономически сотрудничать, мы хотим, чтобы к нам хор Александрова приезжал в Белград каждый год, можно и по два раза, поскольку для нас это всегда самые дорогие гости. Мы хотим работать во всех сферах, во всех направлениях самым лучшим возможным образом. И я не буду это сотрудничество каким-то образом подрывать и нарушать. те, кто эту политику не понимают, они вообще не должны со мной соглашаться. Необходимо только попробовать победить на выборах. До настоящего времени у них это не получается. Мы посмотрим, что они все организуют и каким образом они попытаются это изменить. Но от этой политики ни я лично, ни правительство, которое мы сформировали, не будем отказываться. И мы нашу руку не будем убирать. И мы не будем склоняться от российской протянутой руки. Совсем напротив. Мы гордимся нашей дружбой. И когда я говорил на Кубе, и когда я говорил в Объединенных Нациях, российский представитель ООН, он сошел со своего места, подошел, протянул мне руку, просто поскольку я сказал, что мы гордимся дружбой с Россией. Наверное, он думал, что я не смею этого сказать. Но на меня смотрят американцы, англичане, кто еще, я не знаю. А я смотрю на него. А что я такого сказал? Почему вы меня поздравляете? Я ничего нового не сказал. Ничего особенного я даже не сказал. А он говорит, ну как бы вам сказать, ну где здесь ничего никто не смеет хорошего о России сказать. Так что это и для них была неожиданность. Что касается Сербии, Россия друг Сербии и она, если бы не была другом Сербии из-за Толстого и Достоевского, но Россия является другом Сербии, именно благодаря нашему будущему из-за вас здесь молодых людей, из-за десятков тысяч молодых людей в Сербии, которые хотят обмениваться знаниями, опытом, учиться у вас и чтобы вы учились у них и насколько это возможно вместе строили наше будущее. Наша позиция нелегка. Я надеюсь, что мы успеем, у нас получится сохранить эту позицию, поскольку наша позиция единственная, которая делает возможным существенное выживание Сербии. Я свою Сербию, свою страну люблю больше, чем что-либо в мире. Я поклялся, поклялся своей стране и своему народу, а Россию я очень уважаю и буду беречь, строить и продвигать дальше наши отношения, насколько это в моих силах. Спасибо вам большое, что у вас было терпение меня послушать и всего вам наилучшего желаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зал с замиранием слушал то, о чем вы говорите. Это, конечно, для нас исключительно интерес. У нас есть возможность разрешения президента республики задать несколько вопросов. Пожалуйста. Может, не так много, конечно. Большое вам спасибо от лица всего... Огромче, поближе к микрофону. Спасибо вам большое за сегодняшнюю лекцию от лица Балканского клуба студентов и стран региона. Я бы хотел выразить слова благодарности за то, что вы сегодня смогли присутствовать в МГИМО, прочитать нам эту лекцию. Пользуясь случаем, хотел бы рассказать вкратце о деятельности нашего клуба. Среди наиболее значимых мероприятий, организованных нашим клубом в этом году, особо хотелось бы выделить лекцию президента республики сербской господина Миларда Додика, который выступал в данном зале 2 марта 2017 года, а также Российско-Балканский энергетический форум, который прошел в сентябре этого года, приняли участие представители и энергетических компаний, научных центров, а также ведущих, а также посольств стран Балканского региона. Хочется особо подчеркнуть, что у научного центра Балканского клуба есть большие перспективы в развитии и расширении своей деятельности не только в России, но и в странах Балканского региона. На данный момент ведется подготовка документов об открытии представительства клуба в Баню-Луке, Республике Сербской. Своё согласие лично дал президент Республики Сербской Милород Додик во время визита делегации клуба в Баню-Луку в ноябре этого года. Именно поэтому мы бы сейчас хотели инициировать открытие представительства клуба в Белграде для укрепления российско-сербского сотрудничества на студенческом уровне. Ещё раз спасибо вам большое за такую возможность, за возможность то, что мы услышали сегодня вашу лекцию. Спасибо. Если мне позволите, я очень польщён, для меня большая честь и тронут вашим участием и вашим желанием не только понять, но и помочь одному по числу и по территории небольшому народу, но в любом случае гордым и достойным народу, каким является сербский народ. Особенно, как я уже сказал, дружба демонстрируется в тяжёлые моменты. И вы два года назад уже могли видеть, как и кто по отношению к вам относился. Для нас любой вид сотрудничества, особенно связывание студентов между собой, совместная работа, совместная борьба, если хотите сказать, совместная активность. И, в конце концов, наш общий дух является критически важным. Всё, что нужно, это технические вещи. Мы весьма легко их решим. Так что я вас прошу, только различным образом, можете через посла, можете через правительство, можете, в конце концов, через мой офис, любым образом, всё, что вам необходимо, всё, что может улучшить наше сотрудничество со студентами из Сербии, со студентами из Республики Сербской. И мы готовы помочь от помещения. Мы всегда найдём достаточно способов для финансовой поддержки для всего остального. Поскольку, я полагаю, что настоящее богатство для Сербии заключается в том, что сегодня большое число молодых людей здесь, и не всегда молодых людей, но и людей, могло услышать, что, что мы думаем в глубине нашей души, о чём вы не можете даже сказать каждый день. Я полагаю, что это исключительно значительно, имеет большое значение. Вы это видите и на своём примере. Вы, насколько двойных стандартов, стандартов вы сталкиваетесь каждый день. Если мы можем что-либо сделать по этому вопросу, особенно, каким-то образом, образовывать молодых людей в нашей стране, чтобы у них было более ясное политическое сознание, национальное, абсолютно я готов этому помочь, как президент Республики Сербской, любым возможным образом. И вы увидите, что это не пустые слова, только потому, что я здесь, но вы попытайтесь, пожалуйста, в ближайшие дни и недели, и вы увидите, что мы это сделаем. Благодарю вас. Пожалуйста. Добрый день. Иве Серов, студент третьего курса. Я изучаю сербский здесь, МГИМО. Я хотел бы поставить вам один вопрос. Вы много сказали о том, что Сербия сохраняет свою политику военного нейтралитета, но, насколько я думаю, есть некоторые вещи, которые не совсем с этим совпадают. Например, у нас есть соглашение о сотрудничестве с НАТО, который был подписан в прошлом году, который предусматривает свободу передвижения и иммунитета всех членов этого альянса, а еще предусматривает свободу вступать в какие-либо публичные или частные здания. Есть и другие соглашения с НАТО, например, соглашение СОФО и некоторые другие. Как бы вы могли это прокомментировать? Спасибо. Благодарю вас. Вы говорите отлично по-сербски, почти без акцента. Соглашение СОФО было подписано в 2011 году. Он был основой IPA. Это не совсем точно. Это является пропагандой. Если вы говорите, что кто-то имеет право войти в публичные и частные объекты, я даже слушал глупости, в котором говорится, что НАТО будет бродить по домам в Сербии, врываться. Может, но только с разрешения официальных органов республики Сербии, чего никогда не случалось. Поэтому я вас прошу контр-вопрос, а в какой дом они вошли? Или в какой публичный или частный объект они вошли? Никогда и нигде. И это делается, в принципе, из-за многонациональных сил. Такие права имеют, например, и наши подразделения, когда они переходят границу с Венгрией. То есть абсолютно точно такие же права они имеют. Но это не имеет никакого отношения к членству в НАТО. Мы не хотим и не будем частью НАТО. Но я скажу вам, о чем здесь идет речь. Здесь речь идет о том, что существует часть компании, даже и в России. И хотя мы такую политику проводили, больше текстов всегда было о том, что президент Путин всегда понимал хорошо нашу позицию. Но всегда было тех, всегда хорошо нашу позицию понимал Сергей Лавров, он закончил тоже МГИМО. И многие из вас, я надеюсь, будут настолько же успешны, как и он. Значит, всегда есть много тех, которые бы хотели, чтобы Сербия в принципе была вовлечена в любой возможный конфликт, чтобы их позиция была легче. Мы защищаемся, мы стараемся избежать любого конфликта и опять-таки очень твердо держимся своей позиции. Вот мой вопрос. Когда в части российской печати писали, что вы предали Косово в 2013 году в связи с подписанием брюссельских договоренностей, и что изменилось в Косово и Метохии, что негативно для сербов за последние четыре года. Хотел бы вам сказать, что первый раз у нас нет ни одного убитого серба за предыдущие четыре года в межэтнических конфликтах. Хотел бы вам сказать, что первый раз у нас больше сербов, чем у нас было до этого в Косово и Метохии. То есть, это именно та часть, дорогой Илья, о которой я говорил в самом начале. Немножко больше доверия. Только немножко больше доверия. И научись, сын, смотреть на себя на светофор. Что это означает? На светофоре написан результат. Все мои политические противники очень хороши, и они всегда намного лучше. Но только когда начинается подсчет голосов, на светофоре написан другой результат. Во всем вы правы. Да, и отношения НАТО, и в отношении Косово, и во всем. Но в конце, как на светофоре, вы можете прочесть другое. Но вы убрали сербов с Косово? Нет. Не вы, но те, кто это бы хотели. Сделали они что-то против сербов? Нет, не сделали. И на светофоре написан немножко другой результат. Поскольку вы говорите, что НАТО имеет право вхождение в частные публичные объекты, я вам говорю, не входил ни в один объект. Кроме как, они заняли и сделали свою базу бонд-стил в Косовой Метохии в качестве результата агрессии и бомбардировок Сербии. Нигде ни один раз ничего похожего они не сделали. Так что мы двигаемся в границах возможного. И мы хотим иметь достойное сотрудничество с НАТО. Но быть членами НАТО не хотим. И нам в голову не приходит. Я это полностью открыто говорю и ничего не скрываю. Абсолютно тем же образом, дорогой Илья, точно так же, как я это сказал вам здесь, то же самое я сказал и в Совете НАТО. Они на меня смотрят так и с другой стороны. Думают ли они, что я идиот или что-нибудь еще, кто думает. Но я полагаю, мое дело сказать одно и то же всем, поскольку тогда у вас есть политика, а все остальное не является политикой. Все остальное это ежедневная тактика, в которой вы можете потерять, и после этого политики больше никакой не будет. Так что не волнуйтесь, не волнуйтесь о НАТО, Сербии не пойдет НАТО. Я слышал многих аналитиков, которые говорили, Сербия будет НАТО и быстрее, чем вы ожидаете. Забудьте. Не будет ничего из этого. Сербия не будет. На очень открытом ответе. Спасибо большое. Ваше превосходительство, господин президент. Я бы хотел обратиться к вам на сербском языке. Спасибо большое. Только немножко получше услышать наушники, прошу вас. меня зовут Анастасия Гайдаленок. В настоящий момент я учусь здесь, но главным образом я являюсь представителем сербского клуба в университете Ломоносов. И перед тем, как поставить вопрос, я бы хотела выразить благодарность сербской делегации. я была атташе на мировом фестивале молодежи и студентов в Сочи, который прошел в Сочи. И хотела бы сказать, что ваша делегация, которая составляет свыше 200 человек, была одной из самых многочисленных на всем фестивале. И что касается моего вопроса, он не является только предметом моего любопытства, но и предметом моего профессионального интереса. Поскольку сейчас я пишу научную работу на тему развития европейской интеграции в Сербии, и опять мы говорим о том же самом НАТО. Но сейчас я бы хотела поставить вопрос немножко другое. Я хотела бы вас спросить, как вы лично оцениваете возможность Сербии вступить в Европейский Союз без предварительного вступления в НАТО. Спасибо большое. Спасибо. Я благодарю. Я полагаю, что вы выбрали очень тяжелую тему, и вам не будет легко, чтобы вам поставили хорошую оценку, поскольку я полагаю, что никто не может получить хорошую оценку за такую тему. Почему я это сказал? Потому что Сербия и на своем европейском пути имеет одну главу переговорную, которую не имеет больше никто другой. То есть у всех одинаковые переговорные главы, только Сербия имеет нечто особенное. А это глава 35. Глава 35 касается Косовой Метухи. И в этой главе, основой этой главы является достижение нормализации отношений, что касается Сербии, Белграда и Приштины. А что касается тех, кто признал Косову, это касается Сербии и Косово, как бы вы это ни называли. Нет ясного определения, что это означает. Но то, что очень интересно, используйте возможность, вы заметите, ваш профессор, преподаватель заметит, что вы это хорошо узнали. у нас глава 35 проходит и через другие главы. И когда, например, вы открываете главу по энергетике переговорную, они вам не говорят, только выполнили все критерии в соответствии с европейскими стандартами, так как это выполняют другие страны. Но вам скажут, ага, давайте посмотрим, что вы сделали по вопросу энергетики, например, с энергетической подстанцией Валач в Косово, что вы делаете с водохранилищем, газе, и всех остальных. Вернемся к вашему вопросу. Сербия не хочет в НАТО. Йен Столтнер, генеральный секретарь НАТО, 10 раз повторил, что уважает такое решение Сербии. Это решение Сербии и граждан нашей страны. Мы ее приняли, и она неизменна. Будет ли она изменена через 10 лет, это я не могу вам сказать сегодня. Но пока я являюсь президентом, и пока это правительство у власти этого решения и будет изменено. Я это сказал бесконечное количество раз. Может ли Сербия стать частью Европейского Союза через какое-то время? Я надеюсь, что да. Но уверен ли я? Нет, не уверен. Посмотрим. Зависит от большого числа факторов, и как по смере того, как вещи усложняются, мы увидим. Но тот же мой ответ и по отношению к России. И что бы вы имели в виду? Последний раз, когда я был на одной из важных встреч в Брюсселе, не было темой даже и Косово на этой встрече в Брюсселе. Мне была тема переразговора о России. И с двух с половиной часов встречи два часа пятнадцать минут речь шла о России, о том, что это должно изменить политику по отношению к России. В различных местах со мной об этом говорили. И на этом особенно настаивала председатель и президент Литвы. Она это не мне сказала, она это сказала перед всем Европейским Советом. Мы были виноваты из-за того, что у нас было 40 совместных учениях с Россией и Белоруссией. Но они не поэтому это подчеркнули. Им мешало еще, например, им не мешало, что в тот же день 70 военнослужащих было на каких-то совместных учениях с ними. Но 40 военнослужащих было страшным грехом. Но подождите, если мы военные нейтральные, мы должны сами решать, где посылать военнослужащих, учиться у всех, работать со всеми. Чем вам это мешает? И как вы видите, я вам рассказал все детали, но ни на йоту я не изменил нашу политику. И наша политика останется такой же. Мы военно-нейтральное государство и сколько бы кто-нибудь действительно не боялся и сколько бы кто-то не боялся из каких-то ложных причин политических, чтобы получить какие-нибудь очки, запомните мои слова. Сербия не будет в НАТО. Точка. Ни запятая, ни в каком-нибудь другом военном союзе. Точка. И спасибо. Я должен сказать, что у вас сербский язык великолепный. Как у Ильи. Поздравляю. Уважаемый Анатолий Васильевич, господин президент, многоважаемые члены правительства Республики Сербии, наши дорогие гости. Меня зовут Сергей Петров, я являюсь студентом 4-го курса факультета международных отношений МГИМОМИД России. Господин президент, как известно, ваш первый официальный визит в качестве президента Республики Сербия состоялся в Китай. Не могли бы вы прокомментировать, чем это было связано и каковы основные направления сотрудничества Республики Сербия с внерегиональными государствами? Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Я и не знал, что у меня это был первый визит, но спасибо, что меня напомнили. Китай для нас очень важный партнер. Китай для нас очень важный партнер, точно так же, как и важный партнер для Российской Федерации. Китай участвовал в приватизации металлургического комбината, который буквально находился на краю пропасти, который американцы оставили, когда не было возможно, было получать прибыль. Это фабрика, на которой было занято 5100 людей, и еще 5-6 тысяч людей зависело от этой фабрики. Китайцы приватизировали ее отличным образом. Отличным образом работает эта фабрика в Смедерево. Они сохранили все эти рабочие места. Мы никогда политических проблем с китайцами не имели, разногласий, конфликтов никогда не имели. Они инвестируют в различные инфраструктурные работы в Республике Сербии, дают нам очень выгодные кредиты через их Эксио-банк. Так что наряду с хорошими политическими отношениями мы продолжим строить их наилучшим возможным образом. И хотел бы ответить на вторую часть вашего вопроса. Именно поэтому, и хотя мы связаны с регионом, поскольку каждый связан с своим самым ближайшим окружением, именно из всего того, о чем я говорил, следует, мы стараемся иметь еще более хорошие отношения с Российской Федерацией. Точно так же, как мы будем стараться иметь еще более хорошие отношения и с Народной Республикой Китай. Интересно, то, что могу вам сказать, я ожидаю, чтобы в январе Белград посетил даже японский премьер Синзу Абе. Так что это, как бы я вам сказал, это демонстрирует и большой интерес, и демонстрирует, что Белград некоторым образом становится, может быть, из-за этого перекрестка, о котором я говорил в своей лекции, Белград снова становится важным местом для многих стран в мире. В остальном, в остальном, Сурков, Американц, Уолкер, они вели переговоры в Белграде уже два раза по вопросу Украины, так что наша политика сохранять мир, стабильность, иметь хорошее отношение со всеми, но прежде всего сохранять свою независимость и свою самостоятельность. И спасибо за вашим хороший вопрос. И спасибо, что вы мне напомнили, что я поехал в Китай с самого начала. Спасибо вам большое. Белградские отношения будут дальше укрепляться. Конечно. Нарвно. Меня зовут Куванова Алднай, я студентка первого МП-курса. В пользу случаем хочу задать следующий вопрос. В 2016 году Российским экономическим союзом было принято официальное соглашение о том, об унификации между Сербией и Российским экономическим союзом, в котором предполагалось, что будет произведена зона свободной торговли между странами. Хотелось узнать, каковы реальные возможности и перспективы между странами Российского экономического союза и Сербии, а также какие могут быть препятствия на пути создания зоны свободной торговли. Сегодня и вчера здесь находится Россий Мляич, вице-премьер правительства Россий Мляич, вице-премьер, он вел переговоры с другими странами, членами Евразийского экономического союза по установлению соглашения, которое было бы похож или буквально типичное соглашение, которое мы были с Российской Федерацией. Мы над этим уже долгое время работаем. Мы хотим, хотя у нас есть уже большая частью по самому большому числу категорий продуктов режим свободной торговли, а что означает без таможенных пошлин или с минимальными пошлинами, я считаю, что новое соглашение наилучшим образом бы внесло вклад в наши отношения. В данный момент я не вижу проблем. Будут ли проблемы в будущем, это будет зависеть от того, что будет происходить в ближайшие три или четыре года. Только после этого мы можем об этом говорить. До того времени я полагаю, что это общий интерес. Я полагаю, что у Сербии хорошее положение. У нас есть этот режим свободной торговли. Отношения с европейскими странами, со странами ЕС, со странами региона. У нас есть с Россией, есть с Турцией. Я полагаю, что с Евразийским экономическим союзом мы можем тоже дела наладить. Я не хотел бы сейчас входит в детали. Вы можете в Сербию вывозить сигареты без таможенных пошлин. Мы не можем в Россию вывозить сигареты без пошлин. Мы здесь боремся, чтобы могли экспортировать 5000 экземпляров наших автомобилей ФИАТ из города Крагуевоц. Ну, чтобы сейчас не объяснять все детали, но как же вы видите, для нас очень важные вопросы. По этому вопросу мы работаем и надеемся, что мы достигнем еще лучших результатов в будущем. Спасибо. Добрый день, господин президент. Спасибо вам большое за вашу замечательную лекцию. Я студент третьего года факультета международных отношений. Я изучаю сербский язык как первый. Я действительно полагал, что вы серб. Я действительно полагал, что вы из группы этих наших сербов. Когда вы начали говорить. Извините. Спасибо. Вчера, если я не ошибаюсь, была одобрена резолюция ООН о Крыме, то есть о нарушении прав человека в Крыму на этом полуострове. Насколько я знаю, Сербия по счастью голосовала против этой резолюции как и 26 стран. То есть как вы думаете, можете ли вы оценить позицию Сербии по отношению к ситуации вокруг Крыма и политической ситуации в Крыму? Пожалуйста, спасибо. Я бы вам ответил то, что могу и то, что смею в качестве президента республики. Здесь находится министр иностранных дел и вице-премьер Ивица Дачич. Он ответственен осуществляет такую политику в жизнь. Дело Сербии в том, чтобы не навредить России. На счастье или на несчастье, ну, счастье всегда случается. Так что Сербия не голосует таким образом, который бы повреждал интересы России. Это является позицией Сербии. И вот, пожалуйста, Ивица, я его спрошу, Ивица, не случалось же ведь так ни на одном из международных форумов площадок. Да, вице-премьер правительства говорит, что этого не случилось ни на одной из международных площадок, чтобы мы сделали что-то в ущерб интересам России. Но вы должны понимать и нашу ситуацию по вопросу Косово. И поэтому этот вопрос для нас весьма тяжел. Но я полагаю, что вы наш сигнал отлично поняли. Спасибо вам. Те перспективы развития Сербии на ближайшие 10-15 лет. И какой сценарий будет для вас наиболее подходящим? Я полагаю, что в двух словах я бы попытался ответить на этот вопрос, который мы после тяжелых реформенных мер 2014 года 2013-го, 2014-го, 2015-го нам получилось разрешить наши экономические проблемы. Растущий публичный долг. Сейчас у нас суфицит уже второй раз подряд, и это без приватизационных доходов в нашем бюджете. Что уровень инвестиций в Сербии увеличился, чем во всех остальных, больше, чем во всех остальных странах региона Западных Балкан. Я говорю о прямых внешних инвестициях. Первый раз после 2014-го года, после этих тяжелых уменьшений, урезаний, мы увеличили зарплату и пенсии на значительно большем уровне, чем это было раньше. И сейчас каждый год у нас будет возможность это делать. Так что, что касается сербской экономики, я не вижу здесь проблем. И вы должны были узнать одну вещь. 7, 6, 8 лет назад, до того, как мы пришли к власти, мы никогда ничего не платили России вовремя. Мы всегда были должниками. И по деньгам за предприятие Петрохемия, и за поставки газа, мы были должны деньги из-за военное оборудование. О чем бы ни шла речь, посмотрите, мы были должниками сотни миллионов долларов или евро. Сегодня Сербия все свои обязательства по отношению к Российской Федерации платят день в день, без малейшего дня опоздания, без дня, без часа опоздания. И все эти старые обязательства мы успели заплатить. Так что, я очень горд тем фактом, что мы экономически смогли, по существу, смогли оздоровить нашу экономику. И она будет идти все более хорошим темпом. То, что я вижу как проблема, и то, что меня пугает, я попытался это сегодня вам продемонстрировать, и благодарен за то, что вы хотели услышать это и что вы выслушали меня. Это тот факт, что некоторые в нашем регионе, а мне кажется и кое-кто в мире, понимают, что возможно сохранять мир и стабильность на Западных Балканах только если Сербия унижена. Сербия себя не может допустить, чтобы ее унижали и дальше, и не будет этого допускать. То есть мы замалчивали, замалчивали и не отвечали какие-то многочисленные оскорбления, которые поступали из региона, только чтобы сохранить мир и стабильность. То, что меня беспокоит, это что кто-то другой, как в кукольном театре, когда кто-то мариорентку тянет за веревочки и не хочет, чтобы эта стабильность была сохранена. Наша самая тяжелая работа и самая важная задача это сохранить мир и стабильность. И мы будем бороться за это. Поскольку я полагаю, что каждый год мира и нашего экономического прогресса она укрепляет позицию Сербии. Поэтому я Илью и спрашивал, а каковы негативные последствия? Но их не так легко перечислить. А представьте, что если бы мы были настолько слабые, когда у нас был публичный долг 77% и который рос в геометрической прогрессии, мы тогда бы догнали бы Италию и Грецию по уровню общего долга. Всего лишь год спустя после этого. Как бы мы смогли сильнее сопротивляться, если бы мы не были умнее? У нас бы сейчас не было бы есть. Так что потихоньку, но постепенно но определенным образом мы страну укрепляем и приходим в то положение, когда мы можем вести самостоятельную независимую политику. Я буду искренен. Еще год назад у нас практически не было наших собственных воздушных сил. В сущности не было. У нас было два МИГ-21 и два МИГ-29. Все остальное было уничтожено в предыдущих конфликтах. Особенно американцы уничтожили все. сегодня мы купили за прошедший период 11 вертолетов. Сейчас ведем переговоры о покупке еще 6 вертолетов. Это только вертолеты в 17. У нас будет 10 МИГ-29 в полной боевой готовности всего лишь за 3-4 месяца. Это для России ничто, но для такой небольшой страны, как является Сербия, это очень много и больше, чем имеют другие в этом регионе. Так что я только хотел вам сказать, как постепенно, но уверенно вы должны строить вашу мощь, чтобы вы смогли сохранить вашу независимость. Это будет нашим самым большим вызовом. И это вещь, которая меня беспокоит. А я предвижу не предвидеть мировые события не в состоянии. Это другие люди смотрят, как и что развивается. Если я смею сказать, как небольшой человек с небольших маленьких Балкан, что в условиях сегодняшней мультиполярности и невероятно противоположных друг другу интересов, где интересы полностью не совпадают даже ЕС и США, где турецкие интересы не только не являются одними и теми, но и иногда полностью различаются с интересами НАТО, хотя они являются членом НАТО, где Россия все более усиливается, где все более усиливается Китай. Любой небольшой кризис может превратиться в большую проблему для всего человечества. Я только надеюсь, что этот небольшой кризис не будет на нашей территории. Поскольку вы знаете, Первая мировая война разразилась, когда мы его считаем сербским героем, когда Гаврила принц выстрелил во Францию Фердинанда и его супругу в Сараево. А причина, формальная причина для того, чтобы разразилась Первая мировая война, хотя, конечно, это не так, вы знаете, были и существенные причины, но формальная причина именно та, что Сербия не хотела разрешить австрийским властям иметь доступ к проведению расследования на собственной территории, поскольку Сербия охраняла свою независимость и суверенитет. Из-за этого хотя бы и формально разразилась Первая или во Второй мировой войне. Я только надеюсь, что нечто похожее не повторится вскоре. Нам нужен мир, нам нужна жизнь, нам нужна хорошее население, хорошая экономика. У нас есть хорошее население. Мы хотели бы кое-что переписать из программы, которую мы переписали. Мы хотели бы повысить рождаемость, поскольку мне кажется, что чем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость. Мы должны найти какое-то решение, чтобы нашу страну хранить в будущем. Извините, что настолько долго говорил. Спасибо. Дорогие друзья, президент подарил нам полтора часа времени. Я сейчас спрашивал, сколько еще есть. Он мне сказал, что еще минут десять. Как? Сейчас мы можем еще дать вопрос? Давайте, пожалуйста. Господин президент, меня зовут Боев Илья, я являюсь студентом второго курса магистратуры международного правового факультета. В первую очередь, хотелось бы вам благодарность за то, что вы провели лекцию. Ваши слова вдохновляют и дают пищу для размышлений. Я вижу, что все здесь присутствующие задают вам политические вопросы. И хотелось бы задать вам личный вопрос. Скажите, пожалуйста, что движет вами, что заставляет вас двигаться вперед и принимать решения без оглядки на большинство других стран, без оглядки на запад. Спасибо. Есть одна вещь, которая очень важна и которую прошу вас запомнить всех. Самое важное это то, какую цель вы поставили перед собой. А то, о чем сегодня я размышляю, о себе я считаю политическим ветераном, и не забудьте, что я три раза самопобедительным образом в сербской истории победил на выборах в Сербии. Хотя я не предлагал ни национализм, ни обманывал людей, не предлагал деньги, чтобы они голосовали за меня, но я предлагал только самые тяжелые реформы и самые тяжелые пытки. При этом самое тяжелое и мучительное решение проблем. И три раза подряд я самым убедительной разницей после введения партийной системы выборов или моя партия, или я лично мы побеждали. Самые убедительные разницы. Еще с 90-го года, с 91-го не случалось такого на обычных изборах и даже не в революционных условиях, чтобы кто-то побеждал в первом раунде на должность президента Сербии с таким перевесом, чтобы вас было на 40% голосов больше, чем у человека на втором месте. Как это случилось в Сербии? Почему я вам это рассказал? Потому что я больше не руководствуюсь этим. Все эти победы математически я уже совершил. Для меня большая победа это то, что мы сделали с экономикой Сербии. И я не мог бы это сделать без наших друзей из других политических партий, которые помогали. И здесь присутствующего вице-премьера правительства Дачича, который был премьером до меня и многих других людей. Но то, чем я сейчас руководствуюсь, это именно цель. И что является целью? Какой я вижу Сербию? Какое бы я хотел, чтобы Сербия выглядела? Какое наследие я хотел бы оставить кому-то другому, который через пять лет меня заменит на посту президента Сербии? Я хотел бы, чтобы это было... Хотел бы, чтобы я бы мог гордиться, что я кому-то в наследие оставил Сербию, которая самостоятельная, независимая, экономически успешная. Я хотел бы, если могу, решить каких-то из крупнейших проблем на Балканах, но чтобы это не было решением проблем, где все будет против сербов. И мы говорим, мы хотим решить проблему с албанцами, мы хотим сделать для долгосрочный мир снима. Но если вы это хотите сделать таким образом, чтобы и мы получили что-то, и они что-то получили, или мы что-то потеряли, и они что-то потеряли, мы не можем действовать так, чтобы мы не получили ничего или все потеряли. Это не договор, это не решение. Так что я буду работать над самыми тяжелыми возможными вещами, чтобы попытаться оставить сербам что-то в завещании, чтобы у них была лучшая перспектива и лучшее будущее. Получится ли у меня? Будет тяжело. Но даже если ничего из этого не получится, я бы им оставил хотя бы независимую страну, свободную страну и экономически успешную страну. Я полагаю, что мы уже большую вещь сделали бы. Именно поэтому у меня есть энергия бороться. Именно поэтому я не читал дивные речи, которые мне написали. Посмотрите, все готово было. И на русском, и на сербском. Все было готово, чтобы я просто прочитал здесь перед вами. Но я просто хотел говорить из своего сердца перед вами. Я хотел бы говорить только то, что я действительно думаю. Именно потому, что я хочу, чтобы вы знали, эта работа нисколько нелегка. Поскольку, когда вы принимаете такое решение, нелегко Путину. Ему очень тяжело. А можете себе представить, насколько тяжело кому-то другому, который сто раз или тысячу раз меньше и слабее, принимать решения самостоятельные и независимые. А должен при этом иметь в виду интересы страны, чтобы не нарушить их, чтобы не поставить страну в тяжелую ситуацию, никоим образом. И не противопоставлять себя другим мировым силам. Но когда вы любите свою страну, настолько, насколько я вижу, что вы любите Россию, настолько именно мы любим свою Сербию. И тогда вы ставите эту цель перед собой, за нее боретесь. Меня не интересует, что нам скажут послы. И с одним послом большой страны, западной страны. Когда мы привели спецназ албанский Росу на север, у меня был самый жестокий конфликт до настоящего времени. Мы не только кричали, но и ругались друг на друга с этим послом. Поскольку он меня спросил, а зачем ты передвигаешь сербскую полицию на то и то место? Почему ты передвигаешь армию сербскую в том и том направлении? Я сказал, это твой последний раз, когда ты вмешиваешься в то, где я буду перемещать сербские вооруженные силы. Поскольку это наше дело, Сербии, а не вас из той страны. Он не мог поверить, что кто-то смеет из Сербии ему таким образом отвечать. Это я сейчас достойно вам говорю, аккуратно. А ему я сказал, намного более худшим образом и грубым. Но я хотя бы успел их заставить вернуть подразделения с севера Косово, которые могли бы вызвать беспорядки и конфликты с нашим народом. В первый момент, когда вы начинаете заниматься публичной работой, только одну вещь сразу забудьте. Вы научитесь от меня хотя бы, который уже достаточно стар в политике. Это единственная вещь, которую нужно научиться делать. Примите решение, что вас не должны касаться последствия. Мечтайте о вашем наследии и о том, что вы оставите, а не о последствиях для вас лично. Когда вы это поставите в приоритетах таким образом, тогда вас не будет волновать больше ничего. И тогда вы будете вести самую лучшую политику интереса вашей страны. Спасибо большое. Последний вопрос. Ребята, последний вопрос. Здравствуйте, уважаемый господин президент. Меня зовут Свистунова Дарья. Я студентка первого курса магистратуры внешней политики России. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете текущее состояние и перспективы такой важной сферы взаимоотношений между Сербией и Россией, как военно-техническое сотрудничество. Спасибо. Ну, это... Здесь мои сербские офицеры. Я полагаю, что... Мы... У нас много-много лет такого успешного сотрудничества не было. Я полагаю, что... Десятилетиями у нас не было настолько успешного сотрудничества. Ну, вот, министр обороны говорит, что никогда. По числу... Я об этом сегодня... Вчера я говорил с президентом Путиным. Не так давно у нас с визитом был Сергей Шойгу. У нас отличные отношения. И с Димой Рогозиным. Хорошее, очень хорошее сотрудничество. И наше вооружение, главным образом, как вы знаете, все на территории бывшей Югославии, главным образом, советское вооружение. Я говорю о старом оружии. Но мы сейчас смотрим, чтобы модернизировать это вооружение. И что можем купить у наших русских друзей. И его превосходительство Александр Чапуин вместе со мной присутствовал на запуске первых двух новых вертолетов Ми-17, которые мы взяли у России. Сейчас мы ведем переговоры, и в этом году хотим купить еще шесть вертолетов. Это для вас небольшие цифры, но для нас очень большие цифры. Каждый из этих вертолетов стоит между 12 и 16 миллионами евро. И мы это платим. И мы так и делаем. И хотел бы поблагодарить Россию, поскольку Россия и президент Путин нам подарили шесть из самолетов МиГ. Мы оплачиваем ремонт и модернизацию самолетов, что намного важнее, в размере 180 миллионов евро. И мы все платим вовремя. Но это нам бы стоило намного дороже, если бы не было решения Российской Федерации, ее руководства и, прежде всего, президента Путина, который нам в этом вопросе помогает. И мы очень благодарны, потому что, если ничего другого, мы сможем с апреля, мая буквально полицейским образом защитить свое небо. Первый раз после 1999 года. И тогда мы будем работать и над другими системами, и над другими вещами. Но это уже не для этой аудитории. Услышите. Услышите и увидите. Хотел бы в конце за ваше огромное внимание и еще раз сказать большое спасибо за все. И до скорого, до скорого в Белграде. Спасибо, уважаемый господин президент, уважаемые сербские друзья, коллеги. Пожелаем президенту здоровья, благополучия, сил и поздравим президента и наших сербских коллег с наступающим Новым годом и Рождеством. Дай вам Бог.